МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это жужа. Да, здесь использовала натуральный лабрадор с полосатой резацией. То есть я делаю украшения с натуральными камнями, японским бисером и фурнитурой хорошего качества японской. Вот у меня, допустим, есть жуки. То есть все дизайны, они созданы мной лично. Я сама разрабатываю их. Такие кулоны люблю делать тоже с натуральными камнями. Все украшения у меня делаются для того, чтобы каждая девушка раскрыла себя в этих украшениях. То есть одев это украшение, она открывает свое внутреннее я, она становится смелее. Когда она находится в обществе, она первая, как звезда. То есть на нее все обращают внимание. Поэтому мои украшения, они для того, чтобы на вас обратили внимание, для того, чтобы вы выразили свое отношение к миру. Здорово. Алена, все не рассказывайте обо всех украшениях. Программа только началась. Я так резко на них переключилась. Одним глазом еще смотрю на украшения Аси. И даже так все быстро и молниеносно, что не рассказала суть программы, которую в ближайшие полчаса чуть меньше мы будем с вами обсуждать. И для телезрителей, ведь действительно с Аленой и Асей обсудим тренды современной моды и какие аксессуары сегодня важны, нужны, востребованы и актуальны среди публики как Приморского края, а может быть даже и российского масштаба, потому что вы все-таки работы свои фотографируете, выставляете в социальную сеть. Ну и, естественно, интернет-помощь. Все это распространяется, наверное, в очень ускоренном ритме. Так, Атя, ну раз Алена хорошо немножечко рассказала о своих украшениях, давайте, пожалуйста, и вы расскажите. Красота тоже неземная. Если вот у Алены украшения со смыслом, то у вас своя, наверное, тоже есть философия. И там основное это что? Стекло. Основное это стекло. У меня украшения из морского стекла. В основном в разных техниках я их делаю. То есть изначально это были достаточно простые украшения. Сейчас они у меня уже есть в меде, в серебре я их делаю. Разные техники. Дома огромная мастерская с интересным оборудованием. То есть там потрясающие всякие разные оборудования. Самое главное то, что у меня украшения из морского стекла. Морское стекло я беру в таком виде, в каком я его нахожу. Смысл в том, что когда человек делает что-то не очень хорошее по отношению к природе, природа делает все возможное, чтобы из этого сделать что-то прекрасное. То есть в моих украшениях я их очень люблю, мне очень нравится их делать и хочется развиваться в этом. Основное все-таки, да, это именно украшения из морского стекла. Они ведут себя и выглядят просто потрясающе. То есть они приравниваются, наверное, по всему миру, приравниваются к полудрагоценным камням. Потому что, во-первых, они выглядят вот так вот очень интересно. У них такие интересные срезы, у них интересные изгибы. И вот эта вот какая-то небрежность, неаккуратность битого стекла, оформленная в украшениях, смотрится, конечно, ну просто потрясающе и интересно и необычно. Мои украшения разлетаются по всему миру. И я часто слышу такие отзывы, что спрашивают, что это за камни. Ну действительно, что это за камни? Где вы их находите? Откуда, так сказать, сырье? У меня морские стекла по всему миру. Мне, во-первых, их присылают. Я сама очень много путешествую. Если я куда-то еду в другую страну, то сразу иду на море. И если есть морские стекла, то я их собираю. Поэтому изначально они были, конечно... А сейчас можете вот этот кулончик примерить на себя? Да, как раз у вас цепина такая более желтая. Ну на себя, если получится, чтобы наши зрители могли просто посмотреть, как это будет визуально. Морские стекла обалденно смотрятся на светлых вещах. Поэтому здесь оно может потеряться немножко. Но на всякие свитера, особенно светлые, вязаные, оно будет смотреться очень интересно. Если вы во всем этом ремесле, вы специалисты, помимо того, что вам просто нравится, видимо, вы умеете, и у вас это просто на роду написано, или может быть так, генетический код такой, что вы умеете делать такие потрясающие красивые вещи. Ведь это еще и отчасти и бизнес, это приносит доход. Значит, что это востребовано? Значит, есть спрос, потребность у людей, у женщин. А вот все-таки акцентировать свое внимание на такие аксессуары, скажем, это не бриллианта, не золото, не серебро, а именно вот на такую бижутерию, хендбейт. Что происходит в обществе с модой тогда? Сейчас, на данный момент, очень сильно развиваются украшения ручной работы, качественно интересные украшения ручной работы, то есть это не просто какие-то простые фенечки, когда мастер вкладывает свою душу, вот эти украшения намного больше ценятся сейчас, чем золото, бриллианты, которые вы упомянули. То есть золото, бриллианты, они, конечно, всегда будут востребованы, но сейчас в моде больше украшения ручной работы. Я это слежу и по своим украшениям, по украшениям своих коллег. Я не знаю, правильно так сказать, нет мастеров, с которыми я общаюсь. Но и помимо этого, я не знаю, можно будет это упомянуть или нет, я с недавнего времени являюсь организатором обычного маркета, хендбейт-маркета в области. Знаем этот маркет, да, у нас здесь даже бывали его представители, и это очень потрясающе и интересно такое атмосферное мероприятие, которое проходит на улицах нашего города. Вот как раз, когда было мероприятие летнее, связанное с заходом в нашу гавань, что называется, прекрасных парусников, маркет тоже там был представлен дизайнерами Владивостока, и в малом дворике Гума. Да, все верно. И такие маркеты, они сейчас набирают обороты, и они очень популярны. И очень много молодежи, много вот таких дизайнеров, которые действительно своими руками творят красоту. И главное, что эта красота востребована. Алена, ну что тогда происходит с обществом? Почему вот вкусы, настроения меняются? Это идет, так сказать, с каких-то конкретных городов, регионов? Потому что мы сами, меняя себя, меняем мир вокруг себя? Или мы ориентируемся на Гуччи, Армании и прочих кутюр? Ну, я думаю, это, скорее всего, изменение сознания общества. То есть, да, люди, они начинают понимать, что каждое изделие, ну, допустим, каждый предмет, да, изготовленный человеком вручную, он имеет свою душу, свое настроение. Я даже каждое свое изделие даю им имя. Ну, вот, например, замечательная бабочка, которая украшает вот это вот ожерелье вашей шеи. Да, эта бабочка была сделана мной по мастер-классу, то есть, собралось 300 мастериц со всего мира, таких бабочек в мире 300, но не такого именно оттенка, как у меня. Каждый придумал свою гамму. Я, допустим, использовала натуральные камни, кто-то только Сваровский, и дизайнер с известным именем, там, Светлана Космом, она всех учила. Вот, три месяца мы делали эту бабочку. Я выиграла сертификат на лучшее цветовое решение. Вот, моя бабочка называется Волна. То есть, я живу у моря, и именно море отдало мне вдохновение на эту цветовую гамму. Вот, возвращаясь к моим украшениям, то есть, каждое украшение имеет имя. То есть, если это бабочка с лабрадорами, это Волна, то этот кулон с лабрадором я назвала Небо. Небо, потому что у меня ассоциация, то есть, иногда даже камни сами говорят о том, кем они хотят быть. То есть, ну, не кем, да, это я думаю, что кем они хотят быть. На самом деле, конечно, каким изделием они хотят быть. То есть, я смотрю на камень, вижу, это будущий кулон. Ну, и в дальнейшем рождается имя. И люди чувствуют это. То есть, люди смотрят на мои украшения, и их что-то внутри задевает. Они чувствуют, что оно отличается. То есть, у моих украшений есть уже энергетика, как такая аура, вот, что очень трудно. Слушайте, ну, так говорите, действительно, складывается впечатление, как будто это не неодушевленные предметы, а живые, действительно, вот, и бисеры, и свороски. Да, потому что... Где наеношно работаете? Конечно, конечно. Сейчас я полностью посвящена украшениям. То есть, я уже полгода как не работаю, а полностью работаю над своим брендом. Ализи. Вот. Вот это вот, допустим, жужа, она у меня кружевная. То есть, я специально сплела кружево на шейку, поэтому она у меня кружевная. Сколько времени потребовалось, чтобы сделать такую прекрасную жужу? Три дня рабочего времени, по 8 часов. То есть, это получается... Очень усидчивая девушка. Да, я очень усидчива, мне нравится. Ася, я думаю, тоже. Да, конечно. Ася, а у вас сколько времени уходит на то, чтобы произвести... Здесь вообще, кстати, вы используете какие-то останки, здесь же вот крепежные элементы. Вот если все-таки, мне кажется, у Алены тут только исключительно руки, ну, достаточно вот каких-то, да, плетения, то у вас просто здесь камни, они же крепятся, например, вот. Я могу рассказать вот про вот эти вот серьги. Они достаточно интересные. Вот эти в меде и вот эти вот в серебре. То есть, не только у меня украшения из морского стекла. Морское стекло это основное. Но про вот эти вот вам будет интересно, в общем-то, узнать про останки, да. Которые вы спрашиваете. Это называется процесс гальваника. Это электрохимический процесс, когда изделие погружается в ванну, анод, катод, вот это все. Я блондинка на самом деле. И получается то, что ионы меди налипают на какое-то изделие. То есть вот это вот, это вертолётики, это семена клена. Семена клена настоящие абсолютно. То есть внутри там семена клена, которые я пособирала вот в Хабаровске летом, по-моему. Очень красиво. Вот эти вот меди, вот эти вот в серебре. Ну и морские стекла у меня тоже есть. Допустим, вот эта вот техника гальваника. Вот это вот таким же образом нанесена медь. Поэтому станки у меня есть, но именно вот это вот, там такая большая гальваническая установка у меня стоит. Процесс вот этот вот занимает. То есть вам пришлось всё-таки вложиться, потратиться ещё? Конечно, конечно. Там огромные суммы, которые у меня в итоге выходят, потому что помимо оборудования у меня ещё очень много обучения за плечами. Я ездила и в Москву учиться, и не только в Москву. Это, конечно, интересно, саморазвитие, но это в первую очередь для себя. Девочки, вот понятно, что вы индивидуальны. Понятно, что у вас свой дизайнерский вкус, подход, осмысление и философия. Но вот таких, как вы, которые своими руками делают украшения, для женщин, ну, возможно, есть какие-то ещё лаконичные, там, для мужчин, ну, в основном, наверное, для прекрасной половины нашей планеты. Вот есть ещё такие мастера, как вы, которые бы составляли вам конкуренцию? Может быть, не только на территории Приморского края, а может быть, где-то в других федеральных округах, а может быть, где-то и даже за рубежом? Ну, конечно, конечно. Ну, я до сих пор учусь у этих мастеров, и я не считаю себя первой. Есть очень много мастеров, которые настолько высоки, что я к ним иду, и мне нечего идти. Например, мастер, который вот создал это колье, это же дизайн мастера Светланы Кузнец. Да, вы уже называли до этого. Да, то есть у неё прекрасные работы. Потом очень много мастеров на Западе. Конечно, там, в Москве очень много мастеров. Нам, к нам, во Владивосток всё идёт с Запада. Оно идёт через год, через два. Там это уже пять лет востребовано, то есть ручная работа, броши ручной работы. К нам только приходят. То есть только приходят, потому что мы далеко от столицы, а в мире это ещё раньше было. То есть в Европе мы все прекрасно знаем, что европейцы, они очень ценят ручной труд. Они понимают, что это такое. Потому что... Они очень бережливые, трепетно относятся. Это говорит и о том, как сохранилась архитектура, их улицы, в разных странах. Даже Александр Васильев, который любит по блошиным рынкам ходить, покупать какие-то винтажные вещи, которые сохранились. Вот у них эта культура там давно развита. У нас только она начинает, ну, имею в виду, Приморский край, Владивосток, на Западе это уже есть. Поэтому, конечно, существуют мастера, до которых мне ещё идти, идти, учиться, учиться. Но вы стремитесь? Конечно. Я учусь постоянно, ежемесячно учусь. Постоянно какие-то мастер-классы смотрю. И бесплатные, и платные. То есть градовые обучения. Ася? Про конкуренцию, да, я хотела дополнить, то, что вы спрашивали, есть ли конкуренция. Я считаю, что конкуренции нет. Как там? Дело в том, что мастера учатся друг у друга, они стараются быть... Конечно, есть такой элемент, то, что кто-то у кого-то что-то подсмотрел, постарался сделать такое же, но это стимул для мастера, у которого что-то взяли, из идей сделать больше, круче, выше, сильнее. То есть это не конкуренция, это стимул развития. И мастера, если они на самом деле мастера и относятся с душой и к своим изделиям, и к изделиям других мастеров, то они наоборот стараются сделать круче, интереснее, и общаются, и с уважением относятся к... Вот это вот очень важно, да, что вы там, ну, не там, скажем так, никакой грызни такой какой-то, например, такой вот, очень такой... Нет, каждый свои ниши, то есть у каждого свою уникальность, то есть выходят со своей уникальностью, у каждого свой характер, свое украшение. Я понимаю, о чем вы говорите, вот хотя бы те зрители, которые посещали маркеты, которые проходят, вот как раз в Владивостоке, и пока вот известные, говорю, были как раз, когда летом проходил у нас, приходили к нам в нашу гавань о паруснике со всего мира, а также в дворике Малого Гума все это было. Это было очень красиво. И, конечно, когда проходишь по этому маркету, как раз и видишь, и глаз разбегается от того обилия различных интересных вещей, которые вот творят наши приморские мастера. Здорово. Ну вот на новогоднем нашем маркете было представлено 82 мастера. Вот 82. То есть это каждый человек, который делает что-то своими руками в основном, представляет все с душой. То есть просто так мастера у нас не появляются, хотят именно выходить и развиваться. То есть это какой потенциал у украшений, у вещей ручной работы выходить дальше на рынок. Хорошо. Вот у каждой из вас есть свой скелет в шкафу, причем позитивный. Вот, например, Ася. Мы когда с вами программа только вот еще она не началась, мы не приступили к беседе, вы говорили о проекте с Марлинами. Расскажите, пожалуйста, для нас они не пустое место, а очень даже известные для нас музыканты. Более того, они участвовали в одном из проектов, а этот проект взял уже в прошлом году, можно сказать, ТЭФИ. Статуэтка, которая очень важна и престижна для журналистов. Марлины замечательные ребята, мы с ними общаемся, дружим, стараемся ходить на все их концерты. И однажды они ко мне пришли и попросили сделать какое-то определенное количество кулонов для того, чтобы потом их рассылать вместе с альбомами своим подписчикам. И я со своей стороны тоже сделала такую же маленькую коллекцию. Это украшения. Во-первых, они вот на такой подложечке и здесь фраза из песен Марлинов. Это все, конечно, с согласованием, то есть это не просто так. Допустим, вот на вот этом, на этой подложечке фраза «Потоки ветра будут как путеводная нить». Я думаю, что уже заиграли, да, мотивы этой песни. Кто знает, туда в голову сразу вырисовывается. Как здорово, но это же приятно. Это вот тот же смысл, своя философия. Конечно, конечно. Хотя основной это кулон, который вот оформлен тоже. Основной кулон, но здесь с обратной стороны есть секретик. Здесь есть автограф того самого Дениса из Марлинов, который специально для нас подписывал, для меня подписывал вот эти вот все подложечки. Их всего 24 штуки. Правда, уже 20 штук их осталось. Вот. Ну, вот такой вот замечательный проект мы сделали. За что я ребятам, Марлинов, очень благодарна. И мои подписчики тоже им благодарны, потому что такой подарок девочкам, которые уезжают из Владивостока, которые скачают по морю, скачают по чайкам и слушают в машине. Кулон висит на шее и просто греет и наполняет все вот это морской нашей тематикой. Хорошо, это Ася, ваша история. А вот у Алены есть уже тот момент, когда вот эти вот все замечательные броши из насекомых и кольца, и вот другие изделия, броши, да, вот эти вот птички ваши, давайте показывайте их, что вы там их вот спрятали, показывайте, да, украшали как раз шейки и что, руки моделей на каком-то очень модном и интересном показе. Да, я сотрудничаю с дизайнером одежды бренда Лобхан Юлией Воротниковой, то есть в 17-м году мы сделали, она сделала коллекцию на неделю моды, и я сделала коллекцию аксессуаров, там у меня были сережки и сатуары, то есть кулоны и сережки с кистями длинными. В инстаграме у меня там показано, к сожалению, уже не осталось показать, а в этом году был показ на интерьерной выставке барлета, Юлия Воротникова представляла свою новую коллекцию, вот это был предпоказ, и все мои изделия я принесла, она выбрала, то есть здесь уже как бы все мои изделия они подошли к ее одежде. Здорово. Там показ был в Седанка Сити. У вас в инстаграм есть видео, по этому поводу, небольшой, но тем не менее, да. Хорошо, Ася, у вас случалось ли участвовать со своими вот замечательными изделиями в показах или где-то еще? Были отмечены? Да, дело в том, что мои украшения представлены в городке дизайнеров, и Алена Биланская просила меня сделать очелье, очелье, все правильно, делали в современном стиле с морским стеклом, с морским стеклышком здесь, и висели внизу тоже морские стекла. Очень красиво это получилось, я, к сожалению, была очень занята для того, чтобы сходить это все сфотографировать, выложить в инстаграм, этого нет у меня в инстаграме, но тем не менее, в памяти есть, и коллекция была очень крутой. Кто ваши покупательницы? Кто вот они? Целевая аудитория. Никакие? В первую очередь, это интересные девочки, которые ценят себя, которые хотят быть более интересны, чем основная масса людей, которые хотят выделяться, но и они все очень душевные. Здорово. И еще все-таки вот та отправная точка, вспомните, пожалуйста, ее у каждой из вас она была, когда вы начали заниматься именно этим ремеслом. И кем вы были до этого? Вы всегда ли были вы дизайнерами? Может быть, я не знаю, я так вас и ничего не спросила, вы учителя, хирургии, или вообще из какой-то другой области. Алена? Ну, я закончила в ГУЭС дизайнер по одежде, то есть художественное профессиональное. Да. На украшениях я начала заниматься только в 2015 году, в 2015. До этого я проработала 17 лет текстильной компании, то есть из дизайнера до руководителя. Вот. Когда я начала делать, да, то есть украшения, ну, как банально, мне нужно было к моему платью на корпоратив, что-то индивидуальное, что-то шикарное. Вот. вот я начала смотреть, какие украшения мне подобрать к этому платью, но ничего не подошло. А потом, как-то я наткнулась на рукодельницу, которая сама делает, потом наткнулась на магазин, где можно купить эти материалы. И все пошло. И все. Ну, я начала не с плетения бисера, а со сборки. То есть сборка это бусины, пины, плоскогубцы, круглогубцы. Все собираешь и делаешь такое колье. А потом уже... Ну, потом стали совершенствоваться и пришли к тому, что вы сейчас как раз и принесли и что мы, наши зрители, наблюдали вот эту красоту. Ася, ваша история? О, у меня замечательная история. Я работала фотографом, у меня была своя фотостудия, работала, мне очень нравилось, я очень люблю фотографию, потом студен фотограф. И очень часто мы ездили на стеклянный пляж фотографировать девочек, там красивый свет, там интересная локация. И постоянно я собирала морские стеклышки, потому что они просто невероятно не очень красивые. Они постоянно были у меня в машине, в карманах, везде. И сделала кулончик, ну, вот, наверное, из вот этой вот серии. Один простенький, совсем себе. И носила его с удовольствием, думала, ну, это же вообще, честно говоря, это же мусор, это же битое стекло, кому может понравиться вот такое вот украшение. Поэтому сделала только себе. И для меня оно было наполнено именно морем, энергетикой, вот этим вот всем, во что я верю. но девочка знакомая увидела этот кулон, говорит, ой, из морского стекла, я тоже хочу. Но пришлось сделать ей, потом подружки, ее подружки, потом подружки, подружки, подружки. Но, тем не менее, новогодний шлейф, он все еще ощущается. Поэтому со всеми прошедшими, со всеми будущими, удачных вам и интересных проектов, ну и, конечно, очень интересных последующих украшений со смыслом. Благодарю вас. Спасибо. Вам спасибо. Пока. Уважаемые зрители, это была программа Центр внимания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин